Доброе утро! Меня зовут Дмитрий Войнков. На этой неделе мы рассказываем о том, как выбрать водонагреватель. И сегодня мы поговорим о накопительном водонагревателе. Такой вариант хорошо подойдет для большой семьи, для любителей водных процедур, если у вас маленький ребенок, а также если у вас большой санузел. Большой санузел я упомянул неспроста, так как водонагреватель обычно занимает много места, вам нужно понимать, где вы его повесите. Иногда их стараются скрыть или зашить, но помните, вам нужно обязательно обеспечить доступ к накопительному водонагревателю. Важно определиться не только какой формы он будет, но и какого объема. Расход на одного человека во время приема душа до 20 литров воды. 50-литровую боль обеспечит возможность помыться сразу двум человеком, а 50 в трем. Но можно брать и меньший вариант, если у вас есть промежуток времени, так как за 105 минут он заново нагреет воду. На семью из трех человек практически наверняка хватит бойлера 50 литров. Но в классическом варианте он будет выглядеть как бочонок. В более современном слим он будет тонким и аккуратным, его не надо даже прятать. Более компактным решением будет ультраслим. Такой бойлер можно повесить в шкафчик, где хранится бытовая химия. А плоский водонагреватель отлично можно разместить в ниши над стиральной машиной. Управление водонагревателем может быть механическое и электронное. Механическое простое, понятное, надежное. Электронное дает возможности более точной регулировки температуры воды. Но такое решение будет более дорогим. Любой водонагреватель состоит из прочного корпуса, внутри расположенной колбы, также регулятора, который позволяет установить нужную температуру. Возможно наличие датчика, который показывает температуру либо электронного, либо механического. А также двух точек подключения горячей и холодной воды и возможности слива для обслуживания вашего водонагревателя. Выбирать бойлер нужно еще на этапе дизайн-проекта, так как от того, где и какого размера он будет, зависит расположение мебели в санузле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова